Александр Иванович Герцен. Русский публицист-революционер, писатель, педагог и философ Если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взяток, жизнь в ней была бы совершенно невозможно Где не погибло слово, там и дело еще не погибло Нет мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно Все стремления и усилия природы завершаются человеком К нему они стремятся, в него впадают, как в океан Патриотизм — это свирепая добродетель, из-за которой пролито в десятеро больше крови, чем от всех пороков вместе Всю Россию охватил сифилис патриотизма Только любовь создает прочное и живое, а гордость бесплодна, потому что ей ничего не нужно вне себя В мире нет ничего разрушительнее, невыносимее, как бездействие и ожидание Есть эгоизм узкий, животный, грязный, так, как есть любовь Грязное, животное, узкое Хронического счастья также нет, как нетающего льда Сознается в вине только сильный Скромен только сильный, прощает только сильный Да и смеется сильный, часто его смех, слезы Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу Умение читать хорошие книги, вовсе не равносильно знанию грамоты Вечно угрюмые постники мне всегда подозрительны Если они не притворяются, у них ум или желудок расстроены Пустые ответы убивают справедливые вопросы и отводят ум от дела Уважение к истине есть начало премудрости Прощение врагов — прекрасный подвиг Но есть подвиг еще более прекрасный и еще больше человеческий — это понимание врагов Потому что понимание разом прощения, оправдание, примирение Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге Племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась Безравенства нет брака Жена, исключенная из всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не делящая их, наложница, экономка, нянька, но не жена в полном, в благородном значении слова Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов В природе ничто не возникает мгновенно, и ничто не появляется в свете в совершенно готовом виде Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри Старость имеет свою красоту, разливающую не страсти, не порывы, но умеряющую, успокаивающую Полного счастья нет с тревогой Полное счастье и покойно, как море во время летней тишины У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести Нет народа, вошедшего в историю, которой можно было бы считать стадом животных, как нет народа, заслуживающего именоваться сонмом избранных Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами Одна природа делает великое даром Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при всяком шаге вперед Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий хранить и увеличивать свою собственность Человек сделался принадлежностью собственности. Жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег Наша сила — в силе мысли, в силе правды, в силе слова Человек серьезно делает что-нибудь только тогда, когда он делает для себя Религия — это главная узда для масс, великое запугивание простаков, это какие-то колоссальных размеров ширмы, которые препятствуют народу ясно видеть, что творится на земле, заставляя поднимать взоры к небесам Самые жестокие, неумолимые из всех людей, склонные к ненависти, преследованию — это ультрарелигиозники Моралисты говорят об эгоизме, как о дурной привычке, не спрашивая, может ли человек быть человеком, утратив живое чувство личности Все религии основывали нравственность на покорности, то есть на добровольном рабстве Одна из отличительных характеристик нашего века состоит в том, что мы все знаем и ничего не делаем Частная жизнь, не знающая ничего за порогом своего дома, как бы она не устроилась, бедна Ничего не делается само собой, без усилий и воли, без жертв и труда Воля людская, воля одного твердого человека страшно велика Прогресс — неотъемлемое свойство сознательного развития, которое не прерывалось — это деятельная память и усовершенствование людей общественной жизнью Любовь и дружба — взаимное эхо, они дают столько. Сколько берут Наша жажда видных и громких общественных положений, показывает великое несовершеннолетие наше, отчасти неуважение к самому себе, которые приводят человека в зависимость от внешнего Какое счастье вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед Александр Иванович Герцен. Цитаты и афоризмы Напишите, пожалуйста, в комментарии какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok